В первом периоде Торос довольно-таки легко и быстро повел в счете. На четвертой минуте Артур Смитцкевич с точнейшим броском сразу после вбрасывания поражает верхний угол ворот Шилина. Через две с половиной минуты Антон Зимин удваивает преимущество. Нападающий получил передачу у самых ворот, из близкого расстояния отправил шайбу под перекладину. Страсти на льду начали закипать, что вылилось в череду удалений в составах обеих команд. 2-0 к перерыву в пользу Тороса. Во втором периоде нефтекамцам пришлось больше времени уделять обороне своих ворот. Шесть минут в этом выгровом отрезке Торосовцы провели в меньшинстве, однако благодаря строгой и слаженной игре чемпиона в защите, владения Владимира Сахацкого остались в неприкосновенности. Правда, и реализовать себя в этом игровом отрезке не удалось. В третьей 20-ти минутке лучший снайпер ангарчан Артем Паншиндялов с близкого расстояния пробивает Сахацкого, возрождая интригу в этом матче. После гола воспряли духом не только трибуны ангарской арены, но и хоккеисты Ермака. На 53-й минуте Максим Рогов подключился к атаке своей команды и броском отправил шайбу в сетку за спиной вратаря нефтекамцев. Ничейным счет продержался недолго. Латвийский нападающий Тороса Артур Смитцкевич забрасывает практически в упор. Итог встречи 3-2. Торос продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата высшей хоккейной лиги. Следующий матч состоится 26 октября, который нефтекамский Торос проведет в Красноярске. Соперником выступит команда «Сокол». Субтитры создавал DimaTorzok